Всех приветствую, товарищи! Дмитрий Флегентов на связи. Пытаюсь на дачу пробиться, короче. Сложность в том, что... Видите, какие колеи. И машина в диагонал, короче, становится. И ехать туда не хочет. Но, тем не менее, я пытаюсь. И надеюсь, что... Что-то получится. Но пока из колеи не могу увернуть. Сейчас вот буду... Буду пытаться... Буду пытаться царапаться. Сейчас попробую сходу. Ну, давай. Да, блин. Как по рельсам в этой колее. Никак из нее не выцарапаться так. Вот, видите, глубокая. Так, сейчас я тогда немножко по-другому. Так вот. Да е-мое. Все равно стаскивает. Давай. Глубина на сантиметрах, наверное, 15. Я думаю, что... Вот так попробую. Может, получится вот таким образом туда... О! Завернуть. Лишь бы тут сейчас не сесть. Я думаю, что нормально все будет. Во! Отлично! Во, ребят! Вообще супер! Ну, тут всю зиму никто не ездил. Один я еду. Так. Ну, и отлично. И забрался. Супер! Так, ну, ладно. Перейдем к теме сегодняшнего обзора. Так вот, друзья. Как вы знаете, недавно повысил я градус лакши этого автомобиля. Градус комфорта. Я в магазине Автомечта купил мягкие подлокотники на карту, на карты дверей. Вот давайте посмотрим, как они себя чувствуют. Времени прошло достаточно. Километраж значительно прибавился с того момента. И давай сейчас все двери открою и посмотрим. Потому что были реплики насчет того, что они отклеятся и так далее. Сейчас мы все с вами увидим, все рассмотрим. Итак, ну, задних пассажиров у меня практически не было. Передние были. Вот подлокотник. Вот он, видите, мягкий подлокотничек. Все на месте. Жив, здоров. И очень, очень, очень сильно приклеен. Обезжиривание рулит. Хорошо обезжирьте. Пришлепните. И будет он как влитой сидеть. Ну и, естественно, при склеивании надо соблюдать температурный режим, указанный в инструкции. Ну, сзади вот, пожалуйста. Вот они. Все на местах. Тоже все крепко. Все держится. Ничего не протирается. Материал достаточно хороший. Вот, видите. Вот он. Слева, пожалуйста, тоже держится. Жив, здоров. Вот. Так. Ну и самое интересное. Это, естественно, водительская дверь. Потому что я тут сижу. Я тут постоянно руку держу. Как себя чувствует с этой стороны. Вот это вот нашлепка. Давайте вот поподробнее и остановимся. В общем, как видите, дермантин вполне себе целый. Нет ни намека, ни на какие потертости, ни на чего. То есть ничего не промялось. Форму держит. Все отлично. Кстати, как устанавливал их. Вот тут сейчас ссылочка появится. Так. Ну и что? Хочу я еще прокомментировать по этому поводу. Оценил. Очень удобно. Мне нравится. Вот далеко, когда едешь, очень хорошо руке лежать на мягком. То есть не пожалел ни разу. Еще раз говорю. Были вопросы. А что ты вот полностью такой не купил? Которые вот так вот. Вот такие вот есть. Но дело в том, что вот такой вот уголок будет скрадывать объем. Просто-напросто. Я уже об этом говорил. И я вам сейчас это покажу. То есть мы вот сидим, да. Вот бывает вот так вот руку я держу. Да, вот локоть у меня вот на мягком тут. А бывает вот так вот еду. Вот так вот рука. Так вот, если вот здесь будет этот уголок, вот видите, тут места-то почти не остается. И я себя буду чувствовать зажатым. То есть он мне будет давить на руку. И просто-напросто я буду испытывать дискомфорт. Вот. А так все в самый раз. Вот я держу. Ну и чисто с эстетической точки зрения, то есть с точки зрения дизайна, они здесь очень хорошо вписываются. Именно вот эти вот. Потому что все линии, вот те, которые нарисованы, да, они остаются и не нарушаются. Тем самым дизайнерская задумка остается, так скажем, неповрежденной. Вот. Рекомендую. Ссылка на магазин. Найдете вот ее там тоже внизу в закрепе. Если захотите приобрести вот такие вот подлокотнички. А я проанонсирую еще кое-что. Блин, машина грязная. Конечно, прошу прощения. Ну, погода такая. Мыть пока смысла не вижу. Вот эта сторона почище. Значит, смотрите. Вот видите? У нас вот здесь вот идут вот такие вот резиночки. Так вот. На эти вот резиночки в этом же магазине продаются хромированные молдинги. И продаются хромированные накладки на ручки дверей. То есть, вот смотрите. Вот представьте. Вот тут будет хром. Вот так вот идти. Представили? Мне кажется, классно будет. Вот я их закажу. В скором времени. И установлю. Ну и металлические из нержавейки накладки вот сюда вот ждут своей очереди. Лежат в багажнике. Летом, летом их надо клеить. Когда значительный плюс на улице. Вот они. Вот он, комплектик этот лежит. В общем, будем клеить. И еще. Вот сюда вот тоже продается хромированная накладка. Вот это вот. То есть, в принципе, ну я, наверное, не знаю. Посмотрю. Так бы вроде бы и в тему. То есть. Посмотрим. Может быть, тоже закажу ее. Но пока пока вот эти вот молдинги. В общем, вот так вот. Сегодня такой коротенький обзор. Коврики, кстати, тоже там же приобретал. Тоже все живо. Как я уже показывал. Тут вообще вопросов нет. Все нормально. Вот. Такие вот дела. Это я сейчас заезжал. Вот. Как вы видели. И вот так вот все забрызгивал. В общем, все, друзья. Коротенькое видео. Сегодня что-то масштабное. Пока времени нет снимать. Причем всем пока. И до новых встреч на канале. А я поехал с дачи. Опять видится. На снежной целене вниз. Все, пока. Стоп, стоп, стоп. Еще бонус запишу. Смотрите. Не могу вам это не показать. Смотрите, какой тут буртик. Во. Шикарно. Сейчас я вам покажу, как я через него буду переваливаться. Вот так вот. Камеру сюда установим. Вот педали. Вот 203 миллиметра триренса. Решают. Во. Ну, а теперь тут все. Вася педали. Да. Так вот. Вот.